Правда, что вы сейчас можете быстро выписать все эти перестановки? Давайте их программируем. Это будет 1, это 2, 3, 4, 5, а вот эта точка будет 6. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Доправление будет гризонтально? Гризонтально-вертикально. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну хорошо, 6, 5, 6. Так, давай. С угловым коэффициентом 0, угловой коэффициент 1, 2. И тут меняются местами 6, 5. Ребят, вот дальше я давал эту картинку. Здесь есть обычная перестановка. Вот это обычная перестановка 6, 5. Да, хорошо. То есть 1, 2, 3, 4, 6, 5. Хорошо, это вот такое направление. Дальше. Следующий угловой коэффициент 1. Следующий угловой коэффициент 1. Меняется 4, 6 и 1, 2. Под этим угловым коэффициентом меняются 1, 2 и 4, 6. Так, давайте я приведу вот это вертикальное прямое. Это называется касательное. Вот это называлось обычное. Это называется касательное. Хорошо. Хорошо. Получается 2, 1, 3, 6, 4, 5. Дальше. 1, 3, 6, 5. Нет. Следующий угловой коэффициент. Бесконечность. Следующая вертикальная прямая. Да. Меняются. 1, 3, 6. 1, 3, 6. Отлично. Меняются. 1, 3, 6. Ребята, обратите, пожалуйста, внимание. В этой операции участвует три числа. А вот там у меня есть, помните, эти 2x1, 2x2 и так далее. Казалось бы, там только черное. А на самом деле никакого секрета здесь нет. Смотрите, что происходит, когда они меняются? Шестерка идет сюда. Тройка остается на месте. Вот то самое число x, которое там написано, это на самом деле единицы. Потому что тройка не переплетела сюда. Здесь все равно одно число прошло, единица слева направо, и одно число прошло справа на лево. Да, прошло. 2, 2, 4, 3, 5. Минус единица, минус 1, меняет 1, 4 и 2, 6. Так, минус 1, меняет 2, 6, 1, 4. Это касательно. Получается 6, 2, 3, 4, 1, 5. Хорошо. Следующая минус 1, меняет 1, 5. Следующая минус 1, 2, меняет 1, 3, 5. Хорошо. Получается 6, 2, 3, 4, 5, 1. Следующая с коэффициентом 0, меняет 2, 3, 4, 5. Да. Следующая с коэффициентом 0, меняет сразу 4 числа. Меняет сразу 4 числа. И получается, соответственно, 6, 5, 4, 3, 2. Слушайте, господа, мне кажется, что здесь вам уже кое-что должно быть видно. В отличие от предыдущего примера, здесь, смотрите, есть ситуация, когда два числа пошли направо-слево, и наоборот, то есть право-налево, тоже пошли два числа. Вот смотрите, как эта штука устроена. У нас с вами есть вот эта вот перестановка. Соответственно, что x здесь работает 2x. После нее, смотрите, идет обычная перестановка. После нее идет касательная. Потом пересекающая. Потом касательная. Потом обычная. Поняли идея? Смотрите, можно двигаться, это нашу прямую, наблюдателя двигать по часовой стрелке и против часовой стрелки. И поэтому пересекающая перестановка имеется с обеих сторон, касающейся. Внимательно! Посмотрите на вот эти штуки. Помните, я говорю, что есть пересекающая перестановка пересекающая? Да? Между любыми двумя пересекающими есть хотя бы одна касательная. Это я объяснил? Объяснил. А вот теперь очень важная. И без этой мысли никак невозможно решить задачу. Очень важная мысль такая. Есть пересекающая перестановка. Число х жениц, то невозможно сразу после нее делать касательную. Мы должны сделать несколько обычных перестановок. Вот, пожалуйста, еще раз посмотрите вот сюда. Посмотрите вот сюда и подумайте. Я, к сожалению, не умею это понятие объяснять. Я боюсь, что, может быть, для кого-то из вас это не будет этим много препятствий. Но тем не менее. Если произошел такой вот прыжок, то для того, чтобы дальше опять можно было что-то сделать, мы обязаны хотя бы одно из этих чисел оттащить от границ. Но при этом, если их здесь больше, чем одно, за одну операцию оттащить нельзя. Сначала надо делать обычные перестановки, хотя бы две штуки здесь. И потом хотя бы одну касательную. Теперь давайте это покажу вот здесь. Ребята, сразу после пересекающих перестановок обычных перестановок должно идти не меньше, чем х1-1. обычных перестановок. И, между прочим, очень важная вещь. Когда вы крутите, то вы не обязаны крутить все время, только против часовой стрелы. Можно и по. То есть точно так же, как вокруг нее в эту сторону, когда крутить, должны быть, точно так же и в обратную сторону тоже должно быть не меньше, чем х1-1 обычных перестановок. И так вокруг любой пересекающих. Вот этих вот штук не меньше, чем х2-1. И здесь тоже обычных штук не меньше, чем х2-1 и так далее. Вокруг любой, совсем любой пересекающих перестановок не меньше, чем соответствующих х-1 обычных. А теперь давайте пойдем отсчитывать. Господа, давайте мы начнем вот с этой касательной и дойдем до вот этой касательной. Смотрите, касательная перестановка не меньше, чем х1-1. Пересекающая не меньше, чем х1-1. Сколько здесь всего будет? Х1-1 плюс х1. Вот это, это тоже х1. Здесь всего не меньше, чем 2 х1-4. В следующем блоке от этой касательной, я включаю и до этого, тоже не меньше, чем 2 х2. Может быть, давай несколько касательных пересек? Пожалуйста. Но не меньше, чем 100. И так далее. Каждый раз есть такой блок, в котором не меньше, чем 2 умноженных соответствующих х. А в сумме эти х дают не меньше, чем 2 х. У вас есть блоки, которые дают вам 2m. Да. Но у вас в конце есть еще одна касающаяся перестановка. Она выйдет туда. Это же по кругу. Это идет по кругу, поэтому она... Нет-нет-нет. Неравенство может быть равенство. Продолжение следует... Приятного аппетита...